Это аналогия того блокчейна, который мы будем растить вместе с DAISY. На этой неделе у нас происходит запуск первого маркетплейса. В этом неделе мы начнём наш первый NFT-маркетплейс, который даст возможность по всему миру после того, как закончится закрытая продажа для клиентов DAISY. Продавать этот проект по всему миру. И тем самым растить проект Ликвид. Соответственно, наш герой ставил аккумулятор. И на этой неделе будет анонсирован запуск также маркетплейса, который будет интегрирован в проект Ликвид. Об этом мы расскажем на следующем мероприятии. Значит, приложение будет из себя представлять... Это наша разработка, в которую вы можете зайти при помощи своего смартфона либо андроида. После того, как купили какую-то из деталей, как я и говорил ранее... Все произойдет автоматически, вам будет выдан логин и пароль. Это закрытая бета-версия исключительно для наших тестировщиков и первого комьюнити, который заходит в это приложение. Как любой майнинг, любая ферма потребляет электричество. Это основной расходник. Любой майнинг потребляет электричество. С учетом того, что нам по всему миру предоставляют существующие майнинговые мощности, они также платят за это электричество. Согласно с ребятами из DESY мы разработали финансовую модель, которая позволяет предоставлять электричество для облачного майнинга по одним из самых дешевых цен по всему миру. Соответственно, для того, чтобы майнить в облаке, у вас есть расход электричества. Также у любой фермы есть износ. Соответственно, установка, которую вы покупаете, у нее два года срок действия. Мы предоставим финмодели, согласно которых последние четыре года майнинг себя окупает менее чем за год. Соответственно, мы заложили два года в майнинг для того, чтобы каждый, кто занимается этой деятельностью, заработал. Огромное количество инструментов интегрировано в это приложение, но эти инструменты будут появляться степ-бай-степ. Сейчас будет закрытая бета-версия до первого апреля. Мы сейчас будем проводить закрытые бета-периоды до апреля, где абсолютно бесплатное электричество и нет никакого износа. Во время этого тестового бета-периода будут включаться большое количество различных инструментов, а также ввести справки, потому что, ну, пять лет разрабатывали, четыре, как бы, не без мелких ошибок. Все разработчики тоже люди, и, самое главное, не тот, кто делает ошибки, а тот, кто исправляет их. С учетом того, что такого продукта в мире нет, мы первопроходцы. Приложение — это лишь малая визуальная часть от всей той инфраструктуры, которая построена по всему миру. Это огромное количество связанных между собой дата-центров, администраторов, серверного оборудования. Ну, об этом мы расскажем позже. Илья. 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 Продолжение следует...